Боже милости, будни и грешни. Создавный Господи, помилуй меня. Бесчиславися, грешил Господи. Прости меня, грешный, помилуй. Благослови эту беседу. Научи извлекать нас нужные выводы из того, что ты допускаешь нам сделать. Слава тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Присядьте, я пригласил вас на всех. Сегодня какая-то конференция в Учительском, в Мамонтовском районе. И туда уехал Виктор Николаевич и Лиза Устинова. Уехали для чего они, не знаю даже, что-то там какие-то доклады. У нас тут кое-что уже возникает после вашей поездки в Корчино на Благовестие. Вот прошедшее воскресенье, сегодня вторник, то есть позавчера вы были там. Это первая поездка, в которой я не участвую. После этой длительной поездки до Португалии, я нахожусь дома. Едете, я буду повторно, в этих местах были. Мы как-то выезжали даже на шести машинах, 46 человек было. На восьми машинах, даже на восьми было. Здесь небольшие поселки, села, поэтому в них так проехать можно на одной машине. Когда поехали, я дал вам краткую инструкцию. Как подходить, как разговаривать, что сказать, на чем останавливаться, не останавливаться. Вот. И нигде не вступать ни в какие разговоры, в диспуты. На все про все вам дается только около двух минут. Вот так, ну иди своим делом, пройди туда, а потом пройдешь домой. Зачем мешать себе-то тут. Вот. Когда приехали, все было заснято, я посмотрел. Первым делом увидел вы, стоите с Лизой. Подошли к одному дому. Там живут отступники, которые жили у нас в дереве когда-то. Люди, просто потерявшие все. Они не православные никакие. Сами по себе. Откололись, ну, два семейства. В одном семействе дети, она семь человек в семье была. Подала на развод верующие. Все не по слову Божию. И руководители их, это человек, который ни нравственные, ни божественные законы, ни во что не ставит. Вот. И вы подошли к ним, и она тоже, я не слышу ничего, но я вижу, как она вам говорит, и вы стоите. Я сказал, нигде не останавливайтесь. Тем более эти люди, они сказать добро вам не могут. Они переполнены другим. Там другой дух. Я хотела вопрос задать. Можно? Да, пожалуйста. Я вот недавно, знаете, когда Николай читала, это Исайя, и вот встретила такие слова. Исайя 55, 4. И написано, ибо я поставил его свидетелем для народов, вождем и наставником народов. А я вот так читаю и думаю, интересно, Иисус Христос свидетель пред Богом для нас. А почему священник называет, я свидетель? Я и думаю, как это так вот? Как? Вот как ты мне скажешь? Вот я читала, буквально недавно и думаю, интересно. А как это так вот? Вот что ты скажешь? Ну, про рока Исаия есть толкование, надо посмотреть, что это означает. Ну, там, испанец Николаевич, там ясно... Поэтому в толковании все изъясняется. Там написано ясно, что я, то есть Бог поставил его с большой буквой, свидетелем для народов. Это ясно, что он поставил Иисуса Христа свидетелем для народов. А священник говорит, я свидетель. Вот мне и непонятно, я думаю, вот это да. Поэтому толкование тут ясно написано. Да, вот надо почитать толкование вам, узнать, что там имеется смысл. Потому что святитель Азбатаус говорит, вы не показываете мне, что в Священном Писании, вы растолкуете. А толкование может быть очень много толков. Вот, понимаете, каждую две недели возникает одна секта. Вот собираются два-три человека и по-своему измысливают Священное Писание. Вроде ясно написано, вот от тех же языках. А три века, три века от Рождества Христова языки были нужны. Об этом и Еремей Леонский, и Святой Отец говорит, и другие святые отцы. А до сих пор пятидесятники, они говорят на языках, считают, что это от Бога. Видите как, вот даже на этом и сколько спотыкаются. Поэтому Златоуст говорит, ты мне не показывай то, что написано. Если там понятно написано, там толковать-то не надо. Видите, как Евгений Митриев, понятно, а столько сект образуется. Почему? И каждый по-своему говорит. Кто сказал сектами, кто его назвал сектами. Так, вот скажите, епископу запрещено жениться? Жениться запрещено? Нет. Ну почему нет? Ну все епископы у вас холостые. Женатый хоть один есть? А у вас? Нет, православный церкви. А у вас? Какой у нас? У нас епископ. Да у меня нет епископов, у меня Иисус Христос только есть. Я говорю, у вас епископы женатые? Хоть один есть женатый? А у вас не женатый есть хоть один? Как у вас написано? В Библии написано, да, епископ должен быть муж одной жены. У вас он есть? У нас? У нас и Иисус Христос есть. Мне епископ не нужен. Написано же, должен быть епископ, муж одной жены у вас есть? Епископ одной жены муж, да? Нет. Нам епископы не нужны. Как написано? А потому что... Как они вам не нужны, если написано? Это ложное учение, раз они вам не нужны. Епископ это учитель церкви. Прежде всего. А я тебе, я просто спросила, у вас в православной церкви есть? Хоть один. Я у вас. Доски. Хоть один. Епископы не нужны, это ложное учение. А почему я сказала, что они еще не нужны? В том виде, в каком они существуют у вас, такие не нужны. Раньше были учителя церкви, епископы, да, действительно, эти были братья, старшие братья, которые имели знание более. Они учили народ, но они не господствовали над ним. Они не были господами, а у вас господа. Они господа над вами, и господствуют над вами. И вы им рабы. Дух непокоривости. Они не знают, что такое смиренно-мудрие. Они даже не слышали. Они заливают все, что только слышат. Слышат, видят, придумывают. Кажется, то есть страха Божьей никакого нет. Совершенно. Опустившееся в мирское состояние. И они этим кищатся, и этому конец придет. Придет, при том, не за догорами это будет. Я, например, только молюсь о том, чтобы, сделавши это, мать, допустивши, что дети хулят отца, поносят, злословят его. Чтобы она не умерла, чтобы она увидела плоды, какие вырастут после этого. А они не могут другие быть, потому что проклят злословище отца и мать. Проклят. То есть она дом свой погрузила в страшное проклятие. И теперь делает вид веселый. Мы теперь свободные. Она свобода. Ни креста, ни поста, ничего нет. Даже никакой секте-то не пристали еще. Ну, баптисты рядом были. Там одна дочка пошла у баптистов, там поет. А эти никуда совсем. И вы с ними разговариваете. Не разговариваете, а слушаете. Вы-то ничего не говорите. Этого делать было нельзя. Говорили, стоит ли в эти дома заходить, делать приглашение. Когда все должны были собраться около библиотеки, кто пожелает. Стоило ли это делать? Я сказал, сделайте это. Пригласите, чтобы они не имели повода говорить, что нас испугались, как Невзорова, там, Чаплин, встали. Уж этого делать не надо. И они пришли там вначале говорить, что непотребно. Веры-то никакой нету. Потому что злой дух, он когда видит, что не занято ничем, он берет всем злейших, злейших. И для человека бывает последнее хуже первого. Вот у них это состояние в подлинном смысле. Ни святыню, ни кровь, завета ни во что ставят. Для таковых нет жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня, готового пожрать противников. Это все на них полностью сбывается. Это ваша ошибка. На будущее помните, что я говорю. Вот здесь, когда вы бываете, ну, вроде все нормально. Но вы маленько ситуацию проигрываете. По-другому никак нельзя. Я пример ставлю всегда по крышке на летчика. Когда летчики прилетали, отдыхали между полетами. А он в это время играл. А что играл? С самолетиком, с товарищем? Давай. Солнце отсюда, ветер отсюда. Внезапно выпадает мистер Шмидт. А их пятеро, она с троя. И с какой стороны зайти? Он все время играл и играл. И когда подобная ситуация складывалась там, в воздухе, А он ее уже не задумывался, он знал, куда увернуть, с какой стороны опять победитель. Три же героя Советского Союза. Он и кожедуб только. Я опять же напоминаю об одном человеке, очень известном в мире. Первый человек, кто вступил на Луну. Нейл Армстронг. Почему его избрали? Он не видом, ничем не был лучше других. Работоспособность. А сколько часов он работал? Он не знал этих часов. Хотя бы 24 часа. Он разные ситуации придумал. Допустим, модуль опускается на Луну. Ну, уже все там вымерено, заснято, какая там почва. Все узнали-то. А он предполагает, будем садиться, а там валуны. На валун не сядешь, опрокинешь, значит нам не взлететь. Что нужно делать? И в это время показывает, что он должен сделать 70 движений. И ни одно не ошибиться. Остановить его, дальше затормозить, сдвинуть в сторону. А там не больше 5 секунд дается ему. Иначе у него горючего больше нет. И как посадить, и все это движение за движением. И именно такая ситуация и случилась. Когда стал садиться, и в это время показано было, что садиться нельзя валуны. Именно так. Там по Америке, говорят, ряд инфарктов пронесся. Около телевизора, когда смотрели. И он проиграл то, что сотни раз сделал и посадил. Других спрашивают, вы смогли бы сделать? Все астронавты сказали, у них не космонавты, а астронавты. Нет. Это мог сделать только Нил. Это Нил Армстронг. Арм, рука, стронг, сильный. Понимаете? Вот в этом заключается все. Попутно сказать о нем. Жена, когда стала говорить, как? Он говорит, три года за мной ухаживал. Провожал, все. Я не могу дождать тебя, когда он сделает предложение или чего-то. И только один раз он спросил, пойдешь? Я поняла, если я не отвечу, еще три года придется ждать. У меня двородный брат такой же. Вот. И вот это надо проигрывать. А иначе ты проиграешь. В смысле потеряешь то, что есть. Рядом сидит брат Сергей Пупков. Вот он тоже не проигрывал ситуации. А ну-ка подробно расскажи, как было это до сегодняшнего дня? Подошел, там сидели двое. Погромче. Двое людей. Я их не знаю, но лица почему-то показались у одного мне знакомы. Поближе. Я их пригласил на беседу к двум часам в клуб. Сказал, что мы из Потеряевки. Они сказали, мы знаем Потеряевки. Знаем отца Иакима. Вас знают. Вот. Ну и... Ну как сказали знаем. Да знаем мы этих лаппин. Нет, нет. Мне показалось, что они благосклонны. Благосклонны и довольно-таки уважительно и почтительно. И с уважением относились и к вам, и к отцу. Нет, не знаем. Так, нет, не так они. Если бы они так сказали, я бы развернулся и ушел. Ну и они спрашивали, ну как там жизнь в Потеряевке? Как там? Ну какой-то такой хороший разговор мне показался. И вот. А в конце они спросили про Мишу Никитина. Я сейчас точно не помню, почему они так... Ты говоришь, что-то не молятся, что ли, что с вами или что? А, и спросили он, что сейчас с вами не молятся. По-моему, вот такой был вопрос. Я говорю, нет. Я же лето здесь сижу, я ни разу его живу. Я ни разу его в храме не видел. А раньше он приезжал в храм и молился. Я помню. Я говорю, нет. Ну они так, конечно, ему когда молиться? Это от них было, не от меня. Он тут коммерцией занялся. Ну, занялся и занялся, так думаю. Ну и у меня сразу мысль такая появилась в глазах. Место священного писания. О заботах житейских. Что когда притча осеятели, что человек уверовал, как Миша Никитина, а потом выросли тернии, заботы житейские заглушили семя. Вот. Но я вместо этого, притча осеятели, это ее долго рассказывать. У меня вырвалась, может быть, это ошибка моя, не к месту. О том, что Христос выгнал торгашей из храма. То есть торгаши, люди, которые променяли Слово Божие на... Даже в храме их не удержало, что это место молитвы, что нужно молиться. А им нужно было вот именно утробу свою набивать, торговать для своего блага. И что они... Я это место писания привел и пошел. Буквально у меня на все, на это, ну, 2-3 минуты было, не больше, разговор с ним. Это не длинный был разговор. Вот. Они вслед что-то еще говорили, но я, как по инструкции, надо было идти, я пошел. А на следующий день я работал здесь, и Володя говорит, да сейчас я ему трубку дам. И несет мне телефон. Я говорю, кто? Говорит, Миша Никитин. Я говорю, алло. У меня такая первая мысль, что может что-то там на машине помочь раз или что-то какая-то. Я даже и в мыслях у него не было, что он на меня что-то имеет. Вот. Потому что я его ни обидеть не хотел, ни задеть, ни как-то. Просто душа в оскорбела, потому что я и сам бывал так, что, ну, заботы житейские. Забываешь и помолиться иной раз, и лишний поклон не сделаешь. А все, работа, работа, работа. Вот. И Игорь Барабаш, он мне сетовал на это, что вот захлестывает. Это действительно. Оскорбела душа у меня братья Михаили тогда. А как-то его обидеть или у меня даже в мыслях такого не было. И он меня спрашивает. Вот ты сказал, что Христос изгнал торгашей из храма. Говорил? Говорил. Ты это со мной как-то связал? Говорю, связал. А как? Я говорю, ну ты коммерцией занимаешься? Нет. У меня сразу раз. Не занимаюсь. Я говорю, ну как, ну мясо перепродаешь? Нет. Я город снабжаю. Благое дело вроде делаю. Говорю, ну слава Богу. Вот. А ты зачем так сказал обо мне? Говорю, как? Ну что вот меня из храма, меня из потерявки никто не выгонял. Говорю, да я и не говорю, что тебя кто-то выгонял-то. Я сам уехал по своей собственной воле. Вот. Я говорю, ну а ты почему уехал-то? Причина какая у тебя уехала-то? Уехал и уехал. Он говорит, мне детей нечем было кормить. Детей, говорю, нечем было кормить. А почему? Почему, говорю, барабашу было чем кормить. Глушкову было, Устинову было, тебе нечем. Да вот я хлеб пек, а у меня перестали хлеб брать. Брали в Корчино хлеб. А у меня не брали. Я говорю, ну может, надо цену было подешевле сбавить или конкуренция же. Да куда еще дешевле, у меня с печкой горячей, я по той же цене, что в Корчино продавал. Ну, я уже думаю, ну, не знаю этих нюансов. Он говорит, вот нюансы, у меня нюансы. Ты не знаешь нюансов. Я уехал, потому что здесь дороги. Плохие, говорю, дороги. Ну, что невозможно было. Я говорю, а ты уехал, говорю, коммерцией заниматься. Тебе тут в Потеряевке не давали, зажимали. Ты вот уехал и вот сейчас вот. Он, да нет, если бы я хотел, я бы и в Потеряевке занимался. Я говорю, ну не знаю. Ну, ты больше так про меня не говори, Миша говорит. Что я вот, наверное, слово торгаш его оскорбил или обидел. Вот. Ну, он меня убедил, что он не торгаш, не коммерсант, что он кормит семью. У него вот такая ситуация. Ты посмотри, в каком я доме живу. Да и раз я коммерсант, и в какой ты квартире благоустроенной живешь. А перед этим он говорит, ты меня осудил, в ад. Я говорю, Миша, да как я тебя осудил. Ты вот, ну раз я его осудил, это значит, ты меня не трогай. Как это обычно, не судите. Значит, меня не трогай. Я говорю, Миша, ну это, вот меня, вот что про меня, вот в интернете пишут. Ну, вот брат Владимир читал, что только не пишут. Какой адресировщик-то. Убить такого мало адресировщика. Ну, почитал, прочитал, я в ответ-то даже ничего не говорю. Миша, это значит, что твое я не умерло. Ты не отвергся себя еще раз, у тебя вот это вот задевает, вот торгаши. Я даже не о нем, просто Христос выгнал торгашей из храма. Миша, торгаш. Они мне этот повод-то дали, что они его осудили, вот эти жители Корчино. Как мне показалось. А я просто, ну, согласился. Да, действительно, Христос торгашей не любит и предупреждает, что заботы житейские, притчи осетели, они заглушают семя, семя Божье. Когда человек занимается бизнесом, коммерцией, невозможно служить Богу и мамоне, ибо одного будешь любить, а другом не родить. И даже ненавидеть. Вот что и, возможно, с братом Михаилом и случилось. Ну и чем разговор закончился? А разговор закончился. Я говорю, ну, прости меня ради Христа, если я тебя осудил. Он, ну, это уже, это уже вроде как я не безнадежен, значит, что-то во мне еще осталось, совесть маленько хоть. Вот. Ну, расстались по-хорошему. Так. Зачем же ты вступил в разговор-то с ними? Когда сказано было, ни с кем не вступайте, вот, сатана сразу и поймал. Да. Надо было... Ну, мне показалось, что люди расположены и просто... Расположены, они допряты, даже послушать о Христе. А они спрашивают, явно спрашивают о человеке, к которому они не расположены. И они, твоими словами, они не поняли даже ничего, они ткнут его еще не один раз, и у него вернется назад нерасположенность к тебе, и он в этом будет видеть. Скажет, а вот вас, чему Игнатий научает, я уже знаю. А то на меня все свалится-то. Виноват. Так вот, а как ты должен был ответить, когда они так сказали? Надо было, так вы у него и спросите, сам в совершенных летах. Он у вас живет здесь, а я живу городской. Я не могу ничего ответить. И пошел, и опять повторил приглашение. Вот в этом ошибка. Почему он уехал? Ну, это его воля. Но у нас тут правила есть такие, которые не всем подходят. Правила, которые в уставе деревни написаны, не покупать ворованное. Это у нас правило строгое. Не брать там под проценты. Это все обдумано было. Поэтому наше правило, может, не всем и подходит. Но мы, если узнаем, что правила нарушаются, сразу собрание и беседа идет с человеком. И чтобы впредь, этого не было. А вот Миша торгует мясо, покупает. И он, да, он покупает. Я приехал, у барабаша два быка были забитые. И он купил их. Известно, купил вот такая цена, по другой. А так всегда и было. Купец, когда покупает по одной, а иначе за что он будет ездить-то? Миша человек нужный для потеряевки. Они, я спросил Игоря, как он, говорит, да он нужен для человека. Я звонок дал он. Он отвез там в колбасный цех или в город, или куда. Это его дело. Но надо помнить, что корень всех зол, серебролюбия, корень. А корень этот выдирать, вы знаете, вот клен мы корчуем. Ужасно. Нужно научиться потеть. Вот мы все время потные здесь. С утра до вечера топором, пилой, пилим и пилим. На такую работу не каждый пойдет. Они как-то могут где-то по-другому. Но вы поехали на благовестие. Вот нужно сказать, что во всяком случае, его кандидатура, тот, что будет сидеть слушать, уже под сомнением. А вы про меня там то сказали. Он сразу будет выявлять, кто настучал, кто заложил. У него терминология такая блатная. Человек, который живет в мире, он даже не замечает, как обмерщается. Тайные молитвы, о чем мы вот говорим, некоторые даже не знают. А если еще не платят десятину, человек, какой бы он ни был, там начальник, президент, он вор. Написано, вы обкрадывайте меня, святатации. Вы обкрадывайте. Если человек не платит десятину, у меня отношение к нему не может быть одинаковое с тем, кто платит. Вот какое дело. Но я просто к делу говорю, вот с вами было. Впредь, когда будете еще, заранее вот это проиграйте, подобную ситуацию. А вы откуда будете? Вы сразу сказали, мы из Потеряевки, мамы Скороево, христиане, православные. У нас сегодня встреча в клубе или в Доме культуры, где назначили на стадионе. Вот на сколько, на два часа дня. И далее, все там у нас написано. Если нет интернета, значит, ему визитку дали. Но эти-то ничего не сказали. Там были-то. Я хотел поблагодарить Машу, что вы были. У вас опыт накапливается где-то. Ну а вот в этом вопросе вы просто будьте осторожнее. В других селах этого нет. Это единственное село, в котором люди, которые когда-то жили у нас. Притом сами по себе эти люди-то хорошие. А одна из них сейчас-то ездила на благовестие, как раз Мишина мама. Она у меня еще и прописана в городе по сегодняшний день. В домовой книге. Ну, я спросил Мишу, как мама. Мама не устояла. Ну что я не стал расспрашивать. Думаю, я скажу, не устояла. За этим такое слово. Дальше такое. Нет. Я попятился. То есть, всегда нужно... Вот сейчас я подумал сегодня утром. Мне надо в воскресенье провести тему «Вопросы». Вопросы. Мне понравилось. Выступает мусульманин, там, видимо, мула. И говорит. Вот такому-то обратились проповеднику. Ну, такой его свой, что мусульманин-то. И он говорит. Не знаю. Как? Вы не знаете ответа? Ответ я знаю. Я не знаю, отвечать или не отвечать тебе. Я вот это еще не знаю. Незнайка, говорит, дома сидит. А знайку, который сказал-то, по судам тащить. За язык многие пожертвовали. Слишком многое. И поэтому нужно отвечать очень точно. К нему как-то подошел тоже один и говорит. Учитель, а сколько у твоего коня ног? Ну, сколько у лошади ног-то? Он, говорит, слез. Так, нога одна, нога вторая, нога третья, нога четыре. Четыре ноги. А ты что, разве не знал? Да знал, да убедился. Думаю, зря умный человек не будет спрашивать. Может быть, дорогой потеряла ногу лошадь? То есть, он в каждом вопросе находит пример точности и мудрости. Вас спросили о чем-то? А вы проиграете такие варианты. А меня спросят, а почему, а вот это почему, ты подумай, отвечать или не отвечать. А если не отвечать, то как не отвечать? Двумя словами. Приходите на все вопросы, вам ответят на эту встречу. Мы сейчас беседуем, это разбор полетов, как называется. Другого я ничего не увидел. С вами Виктор был, выступил, он говорил. Ну, это была ваша первая встреча. Ну, шар, говорит, не мимо лузы прошел. Собрали все-таки несколько человек. Мы рассказали, напомнили, что в их библиотеке находятся наши книги. И все остальное. Ко мне вопросы какие? Вот Виктор заметил ошибку, что во время беседы, когда он говорил людям, он попросил меня раздать новые заветы. И он говорит, мне не нужно было это делать. Мы всегда новые заветы раздавали после беседы. Потому что, вот, и мне тоже не надо, наверное... Он вспомнил об этом. Да, он вспомнил об этом. Людей не надо отвлекать. Да, не надо отвлекать. И по беседе вот с Галей Глушковой и с Евгением Дмитриевной Никитиной, вопрос у меня, что мы не так, может быть, сказали? Ничего. Ни на один вопрос им не отвечать. Вы от написанного юридика после первого-второго разъявления отвращаясь. А вам отвечено уже 21 раз. И вы это задаете для того, чтобы слушателям другое сделать. Как говорится, мозги запудрить. Вам ответа не будет. Можете не задавать. Спокойно, выдержано. И больше ничего не надо. Вы знаете все. У вас были книги. У вас все было. Вы ходили на занятия. Тем более, с нами ездили. Дальше будет мешать. И сразу придут придеть. Эти люди пришли только мешать, чтобы вы ничего не слушали. Все. И с ними быстро расправиться. У нас было такое. Своих, которые пришли, они их вытурили оттуда. И на этом конец. Вам не надо с ними ни воевать, ничего. Только помолиться. Скажи, о них нужно помолиться. Они потеряли все. И им очень тяжело. Им тяжело. Ян Гус когда сидел, а его допрашивал один. Он видит, что сторож, который камеру охраняет. А скажи, вот хлеб, который преломляет, дают, он как? Остается хлебом или нет? Он внимательно посмотрел и понял. Это не сторож. Это не охранник. А это был один из самых умных кардиналов. То есть они пытались у него что-то поймать, за что можно было бы сжечь. Все равно его сожгли. А сегодня, 14, кажется, июня, по всей Чехии пылают костры. Передают слова мученика. Он отстоял, кровь Христову отстоял для них, как Федор Иванович Тютчев пишет. Вот как дело обстоит. Что сказать и как? И стоит ли сказать? Когда пошли, а как вы узнаете, что сказать? Это опыт. Это опыт. А надо нужно ответить. В Библии, притча Соломона говорится, не отвечай глупому по глупости его, чтобы не стать подобным ему. Не отвечай. А дальше, запятая, отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрым в своих глазах, там, проще. Не отвечай, отвечай. То есть как? А он отвечает глупо где-то, задает глупость. На его глупость нет, а ты поверни ее к Божественному. И на его глупости покажи Божественную красоту Слова Божия. А никто, да какое мне применять? То и другое применять надо. Не отвечать ему, куда он тебя тянет. Он будет кричать, он тонет, тонет в бешенстве. Златоуст говорит, а ты на берегу спокойствия стоял и стой, только твори молитву. Ну все, разбор закончен. Еще вопрос. Да. Было указание не терять из виду сестер. Да. Вот, мы это указание нарушили. Как? Значит, Витя шел по одной стороне, а сестры по другой. То есть они параллельно шли, но были такие моменты, когда он сестер не видел. Плохо. Как тогда нам быть? Никак. Остановиться и ждать. Или подойти, а потом перейти на свою улицу, в сторону улицы. Сестры должны идти с братьями. Или две вместе. А на той стороне брат, который их видит. Вот они вот две вместе шли. Вот так они, это соблюли. Так соблюли. На из глаз их, чтобы никогда не терять. Потому что отношение может быть такое, их могут обидеть, оскорбить и... Ну просто вовремя их извлечь оттуда, из двора, а дальше уже улицы. То есть, допустим, я иду по одной стороне, да, они две по другой. То есть они зашли, я должен... Я что должен делать? Я должен с ними видеть. Ты должен видеть их. То есть я должен с ними в двор заходить. К ним не надо заходить. А они заходят и выходят. А ты свой двор заходи и выходи, и их держи в виду. Это невозможно. Я их могу слышать, но видеть-то они же заходят во двор. Ну надо обдумать как. Вот я его просто... Желательно, чтобы они... Очень желательно, чтобы они были все время на виду. Ну бывает какое-то мгновение, там какие-то секунды, пока ты из-за двора выворачивал, не увидишь. Это не буквально. Ну, тогда вопросов нет. Я просто... Брат должен находиться рядом в 30 секундах. Рядом напротив дом, когда идешь. Только так. Да. Мы уже это испытали. Встречается иногда очень редко люди, которые могут сотворить пакость. Вот так. А когда двое заходят, одна желательно, чтобы стояла на улице. Даже не рядом. Одна подошла, посвящала, а тот зашел, видишь, в случае чего та могла бы закричать и прочее. К себе никого не подпускать. Раз, мобильный, давно, ты напротив. Ну то есть, варианты разные надо проигрывать. Еще. Все. Все. Благодарим Бога. Господи, слава Тебе. Милосердный Создатель, благодарим Тебе за Дух Святой, вразумляющий, научающий, ведущий к обители вечной, к невершающему Царству Твоему. Благодарим всех благовестников по всему лицу земли, всех гонимых, убиваемых детей Твоих по всему лицу земли. Ты знаешь их, Господи. Укрепи и прими в обители Твои вечные. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Благодарю вас за внимание. Спаси Христос. Слава Христу. Так, ножки постарайтесь ободрать. Так, ножки постарайтесь ободрать.